Первым этапом для участников 28-й Олимпиады по информатике IOI 2016 стала регистрация в учебно-лабораторном корпусе Поволжской академии спорта и туризма. Здесь ребята прошли аккредитацию, получили экипировку и заряд положительных эмоций от гостеприимных казанских волонтёров и организаторов соревнований. Гости всего пару часов провели в столице Татарстана, однако уже успели оценить красоты города. Мы впервые в России, нам пока очень нравится. Мы подготовились к поездке, посмотрели в интернете, какая у вас погода, интересные места. Хочу скорее их посетить. Мне говорили, что Казанский федеральный университет – один из престижнейших вузов России. Я впечатлен этим шикарным кампусом. Город тоже очень красивый, с богатой историей. Надеюсь увидеть больше. Я приезжал сюда в марте осмотреть место проведения Олимпиады. Мы посетили Иннополиш, Свияж, Казань. Татарстан – удивительное место. Наверное, мало что я знал про Казань, но здесь мне нравится. Деревня построена хорошо, но здесь, да, хорошие условия. За плечами у ребят годы упорных тренировок и бессонных ночей. Олимпиада, безусловно, престижна, и победа в ней откроет множество дверей юным дарованиям. Однако среди ребят не чувствовалась атмосфера соперничества. Самый ценный совет, который я даю своим ребятам – это получать удовольствие от игры. Они уже доказали свое превосходство, и теперь они просто должны расслабиться и показать, на что способны. Тогда и придут результаты. Я считаю, что самое главное – это любить то, что ты делаешь. И это и есть ключ к успеху. Поэтому я считаю, что у нас хорошие шансы на победу. Одна из главных целей этой Олимпиады – дать возможность ребятам познакомиться со своими сверстниками из других стран, подружиться и поделиться опытом. Поэтому важно, чтобы у ребят было на это время. Мы сделаем все, чтобы показать свои лучшие стороны и просто будем наслаждаться процессом. Впереди у участников Олимпиады шесть насыщенных дней. Их ждет и культурная программа, и интенсивные состязания. А мы желаем им удачи и ярких впечатлений. Диана Авакян, Роман Самарин, Универ Ньюс.